В микрорайоне Любимов появится сквер с большим количеством зон отдыха. Работы по организации Березняковского Арбата уже начаты. Полностью сквер должен быть готов в 2021 году. Общая стоимость проекта 65 миллионов рублей. Здравствуйте в студии Екатерина Кравцова. Это новости верхниками. И вот главная тема выпуска. Попалась на коррупции. В городской администрации чиновница выделяла бюджетные деньги фирме родственника. Ждем не дождемся. Ремонт улицы Пятилетки просрочили на два месяца. Всем миром. Полицейские призывают горожан помочь собрать в школу детей из малоимущих семей. За жестокое преступление справедливое наказание. В Березняках осудили убийцу насильника, который расправился 16-летней школьницей. Трагедия произошла в июне прошлого года. Свой последний вечер 16-летняя девушка провела с двумя подругами. Прогулка затянулась до самой ночи. Но домой девочка так и не вернулась. Ее тело позже обнаружили в одном из недостроенных домов в районе Абрамова. Подозреваемого в причинении смертельных травм задержали почти сразу. В суде доказали, что в июне прошлого года в частном строящемся доме осужденный изнасиловал подростка. А после, чтобы замести следы, жестоко расправился с ней. Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, осужденный должен родителям погибшей девушки компенсировать моральный вред в размере 5 миллионов рублей. Однако этим ребенка не вернешь. Уволили за коррупцию. По данным прокуратуры, сотрудница городской администрации выделяла бюджетные деньги на развитие фирмы, принадлежащей ее родственнику. Как сказано на сайте краевой прокуратуры, по результатам проверки выявлено нарушение использования бюджетных денег, выделенных на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. Сотрудница администрации отвечала за субсидии предпринимателя, выделила деньги фирме своего родственника, из-за чего произошел конфликт интересов. К слову, в этой же фирме она работала по совместительству. В прокуратуре потребовали уволить такого сотрудника. Администрация города, рассмотрев данное представление на комиссии по урегулированию конфликт интересов, согласилась с том, что действительно в данном случае муниципальный служащий нарушил требования антикоррупционного законодательства, представление удовлетворил и расторгнул с муниципальным служащим трудовой договор. Также сотрудницу администрации включили в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Теперь в течение трех лет она не сможет занимать муниципальные должности. К насущным городским проблемам. Ремонт улицы Пятилетки в этом году сильно затянулся. Подрядчик трудится совсем не с тахановскими темпами. Когда в этот раз нам пообещали все сдать, расскажет Анастасия Гордеева. На Пятилетке работа идет полным ходом. Судя по всему, из-за хорошей погоды. Ведь постоянные дожди мешали подрядчикам сдать объект в срок. Внимание, дорогу обещали сдать к первому июля. Но на календаре 21 августа и подрядчик только подходит к финишу. Как мы видим, дорога уже практически готова. Осталось лишь заасфальтировать тротуары, поставить дорожные знаки, а также три остановки. Прохожие, кстати, уже оценили проделанную работу. Очень хорошо. Здесь очень хорошо. Вот сделали хорошо. Вот эта вот травка появилась, они рано сделали. Асфальт сделали. Вон там доделывают. Очень нравится. Просто вот обещали раньше открыть и затягивать. Ну, ничего страшного. Подождем немножко. Очень терпеливые у нас горожане. Готовы ждать, лишь бы сделали на совесть. Сегодня специалисты снова утверждают. Осталось совсем немного. Письмо заказчику на рабочую приемочную комиссию направлено. К концу месяца ожидаем приемки объектов эксплуатации. То есть в сентябре уже можно будет ездить. Да. Как говорится, ловим на слове. По словам подрядчика, уже выполнено почти 99% работы. Осталось навести лоск. Анастасия Гордеева и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникамья. Сегодня по требованию природоохранной прокуратуры наш город посетили инспекторы из краевого аналитического центра. Они взяли пробы земли в формальдегидном квартале. Напомним, все началось с того, что в мае подрядчик, занимающийся сносом домов, закопал формальдегидный мусор прямо в землю. Тогда грузовик за грузовиком привозили грунт в соседние стройки и засыпали им опасные отходы. После этого в дело вмешалась природоохранная прокуратура. Нами внесено представление в адрес Министерства строительства и архитектуры Пермского края, где поставлен вопрос в том числе о дисциплинарной ответственности, и, соответственно, об устранении этих нарушений. То есть, для устранения нарушений следует раскопать эти отходы, убрать, вывезти на полигон. Как это будет делать, нам неизвестно. Но по факту никто отходы и не собирается выкапывать. Сегодня пермские инспекторы взяли пробы земли, чтобы узнать, какой вред наносит закопанный мусор. Примерно через две недели результаты будут готовы. Затем природоохранная прокуратура намерена выйти в суд, где, скорее всего, привлечет к ответственности заказчика, подрядчика и владельца земельного участка, то есть Березняковскую администрацию. Перейдем к новостям медицины. Долгожданный переезд. Здание гинекологии, на которое часто жаловались жительницы Березняков из-за отсутствия горячей воды, наконец-то переехало. Теперь получать медицинскую помощь пациенты смогут в лучших условиях. Горячей воды нет, а подоконники и мебель, как с советских времен. В конце прошлого года к нам обратилась телезрительница, которой неделю пришлось провести в отделении экстренной гинекологии. Больше всего пациентку поразило то, что горячая вода есть не везде. Чтобы принять душ, ей пришлось отпрашиваться домой. Коммуникации давно пришли в непригодность. Неудивительно, ведь зданию скоро 60 лет. Когда-то здесь располагался роддом, и в этих стенах на свет появилась не одна тысяча березняковцев. Но время невластно. К тому же помещение не соответствовало современным стандартам и требовало капитального ремонта. Руководством больницы было принято решение перевести отделение в здание роддома. И уже начиная с этой недели всю экстренную и плановую гинекологическую помощь оказывают в новых комфортных условиях. Во-первых, помощь медицинская жительницам города Березняки сконцентрирована в одном корпусе, что является положительным моментом в этой ситуации. То есть это исключает дополнительную какую-то беготню медицинских работников из корпуса в корпус, перенос анализов, оборудование какого-то необходимого. Во-вторых, я хочу сказать, что в этом корпусе отремонтирована хорошая операционная, которая соответствует всем требованиям сегодняшнего дня. Перед тем, как отделение переехало на первый этаж роддома, здесь была отремонтирована не только операционная, но был проведен косметический ремонт как в обычных палатах, так и в палатах повышенной комфортности. Установлены душевые кабинки, обновлены санузлы и, что самое главное, есть горячая вода. Ну а судьба старого здания пока решается, но сегодня здесь уже не принимают пациентов. Двери закрыты на замок. Екатерина Кравцова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья. В школах могут ограничить использование мобильных телефонов учащимися. Такую рекомендацию отправят в образовательное учреждение до начала учебного года. Об этом и не только расскажем в рубрике новости коротко. Роспотребнадзор, Рособранадзор и Министерство просвещения рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов в школах. Запрет не коснется детей, которые нуждаются в устройствах по состоянию здоровья. Например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете. Педагогов и родители ограничения также не затронут. Школам необходимо будет предусмотреть места хранения мобильных во время уроков. Рекомендации направят в регионы до начала учебного года. Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях. Банки могут заблокировать карту на 30 дней. Причем владелец предупрежден не будет. В Ассоциации банков России уверены, что если такое предложение будет одобрено, то перестанет теряться время, когда злоумышленник может воспользоваться картой. Чаще всего обманутый владелец карты узнает о списании денег мошенниками уже постфактум. Поэтому блокировку предлагается снимать только если клиент докажет легитимность операции. И о погоде. После ливня накануне вечером Пермь превратилась в Венецию. Всего за час прошел такой дождь, что по дорогам впору было передвигаться не на авто, а на резиновых лодках. Из-за воды водители стояли в пробках, а пешеходы тоже добирались домой с приключениями. Многие просто не могли дождаться своего автобуса. Кстати, синоптики пообещали, что большинство дождей пройдут в Пермском крае в начале и в середине августа. А вот последние дни лета должны быть теплыми и почти без осадков. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова. Вернемся к школьной теме. В Госдуме предлагают запустить программу «Первосентябрьский капитал», то есть выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу. Кстати, по данным аналитика портала «Суперджоп» в Пермском крае можно дешевле всего собрать ребенка к учебному году за 6,5 тысяч рублей. Для сравнения, больше всего бьют по карману сбору к учебному году в Новосибирске и Красноярске в 9 тысяч рублей. Во сколько же все-таки это обходится нашим березняковцам не на бумаге, а на практике? Такой вопрос мы задавали сегодня на улицах города. Сколько примерно по деньгам выходит собрать ребенка в сентябрю? По приходу и расходу. Ну, 20 надо. 20 тысяч? Да. Ну, тысяч пять, чуть более даже. А на чем экономите? Экономим? Ни на чем не экономим. Стараемся собрать полностью ребенка. А что выходит подороже, что покупать? Одежда дорога. Ну, если учесть, что форма, всякие там принадлежности, ну, не меньше десяти, однозначно. А что дороже, что по дешевле выходит? Конкретно, ну, я не знаю, школьные принадлежности, наверное. Да, ну, в принципе, все одинаково дорого. Ну, вещи пока только купили, около 15 тысяч вот на двое. Это только вещи и рюкзак. А вот еще и по тетрадям, еще не знаю, сколько будет. Примерно 20 тысяч, вот так. А что дороже выходит, что подешевле, на чем можно сэкономить? На тетрадках и на обозках можно. А подороже что выходит? Подороже. А одежда, костюмы? Ой, я не скажу, потому что каждый год по-разному бывает. А на чем экономите, что дороже выходит? Ну, наверное, одежда, форма. Смотря какую форму покупать, смотря в каком магазине, смотря какие констовары, все же по-разному стоят. Им тетрадки в школе выдают. А вот поскольку мы скидываемся, я уже что-то не помню. Инспекторы по делам несовершеннолетних и общественный совет при полиции навестили семьи, состоящие на учете в полиции. Во время рейда они проверили, готовят ли родители своих детей к новому учебному году. Продолжит тему Сергей Каленек. Здравствуйте. А школьники-то есть, нет? Вот у нас будущий первоклассник. Вы же в школе готовы? Документы-то почему не отдали? Документы почему не отдали? Я отдала сегодня все. В тесноте да не в обиде. Семья из пяти человек. Мама, папа и три малыша живут в маленькой комнатушке. Родители не пьют, работают. Но денег на жизнь катастрофически не хватает. Поэтому и состоят на учете в ПДН. Что в школе Филиппу купили? Филиппу в канцелярию. Показывайте, показывайте одежду, школьная форма. То есть школьной формы нет у него пока? Пока нет, я завтра пойду покупать. После проверки хранители правопорядка вручают подарочный набор. Там все необходимое к школе. Такие наборы куплены на деньги самих полицейских. Всем отделам скидывались, кто чем может. Но не остались в стороне и горожане. Идет акция «Помоги пойти учиться». В ходе этой акции проводятся рейды по проверке семей. Выявляются семьи, нуждающиеся в материальной помощи. Когда ребенок получает подарок, очень радуется. Учитывая, что он в семье не видит. Он не знает, что такое фломастеры элементарно. Соседний подъезд все в той же гостинке на Ломоносово-131. Здесь живет семья из четырех человек. Дома оказался только папа. Инспектор ПДН Ольга Комарова проверила одежду к школе. А вот констовары еще не купили. Полицейские решили вам 1 сентября небольшой скромный подарок канцелярии для ребеночка сделать. Так что вот примите его, пожалуйста. Спасибо большое. Всего на учете в Березняках состоит около 200 семей с подобными проблемами. Полицейские постараются навестить каждую. А таким, как вы видели, семьи, крайне нужна поддержка. Они нуждаются в ней. Видели, в каких условиях семьи живут, родителям тяжело. И поэтому я думаю, что хуже не будет от такого мероприятия. И они его оценят. Ну и население будет видеть, что полиция все-таки не остается безучастна к таким семьям. Если вы хотите присоединиться к акции «Помоги пойти учиться», приносите новые констовары в отдел полиции на Мира-84. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы Новости Верхнекамья. Мы ждем ваши сообщения на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 262817 и 431711. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1 тысяч рублей. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. Смотрите нас в нашей группе ВКонтакте и на канале Верхнекамья ТВ. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова